Так, ну что же, мы сегодня с вами занимаемся ответами на вопросы, которые у многих, я так думаю, накопились Пожалуйста Здравствуйте Проходил у вас сезон, спасибо большое, спасибо вам Спасибо, у нас 18 сезон продлён на два занятия У нас вчера не получилась какая-то техническая часть с микрофоном Случилась накладка, поэтому у нас чуть откладывается точка роста, буквально не на так много У нас получается завтра в четверг 10 занятие, потом в понедельник у нас 11 занятие, в четверг следующий 12 И в следующий понедельник у нас, через понедельник точнее у нас начинается точка роста Точка роста это достаточно такая сильная программа Там уже представлена непосредственно психотерапия без какой-то образовательной части, да, как в сезоне Там представлена уже непосредственно сама история разбора кейсов Где вы будете сами видеть ошибки Сами видеть глубину связи патогенеза и самой психотерапии конкретных данных кейсов Я очень горжусь точкой роста, к сожалению, не все приходят с сезона на точку роста И мне видится, что это достаточно такая ошибка, да, потому что сезон это очень хорошая такая популярная программа Технологическая, да, и мотивационная, и образовательная, и все, что с этим связано Но очень важно видеть все-таки ошибки И видеть, как их исправлять, как вообще работают с неврозами Причем здесь внутренние конфликты, убеждения Какие обстоятельства, причинно-следственные связи И, в общем, приглашаю вас всех на точку роста С учетом того, что у нас 50% скидка точка роста стоит всего 3000 рублей Полное участие Так что я вам рекомендую Цену назвал Пожалуйста, давайте начинать Пожалуйста, ваши вопросы У меня подготовлено Как бы основная Основной посыл, который я бы хотел Этим эфиром сегодня Занять Но помимо ваших Моей, точнее, истории Давайте я поотвечаю на ваши вопросы Все-таки Начало точки роста я произнес только что Я уже отвечал на этот вопрос Алексей, подскажите, как справиться с напряжением на работе Я хирург-стоматолог Ну, надо справляться не с напряжением Это всех касается, да Многие спрашивают, как справиться с напряжением Как справиться с тревогой Как справиться со страхом Как справиться с нарастающим беспокойством Как справиться с кризисом Каким-то, да Вы должны понимать самое главное Что справляться надо не с последствиями А надо задаваться вопросом А как я это делаю Да, то есть, как я создаю, собственно говоря Саму тревогу Если вы стоматолог, хирург А каким образом вы создаете напряжение Каким образом ты создаешь беспокойство И вот с этим надо справляться Потому что если вы будете искать ответы На вопросы, как справляться с тревогой Как справляться с беспокойством Вас постигнет разочарование Да, потому что ответов там не найдется Ну, в лучшем случае вы, наверное, Джекобсона поделаете Подышите, помедитируете Но правильной позицией здесь является Справляться с причиной тревоги Как я создаю свою тревогу Как я создаю свое беспокойство Какими образами я создаю тревогу Ведь мозг откликается на наши образы Да, мозг откликается на то, что мы представляем О будущем, о том, каким мы его видим И вот эти картины будущего Которые у нас с вами рисуются Они создают ту самую тревогу Они создают то самое беспокойство Поэтому, чтобы избавиться от беспокойства И начать жить без беспокойства, скажем так Надо убрать то, как вы создаете это беспокойство Алексей, как научиться воспринимать партнера как личность Я думаю, что научиться воспринимать партнера как личность невозможно Если вы по умолчанию не воспринимаете людей Неважно, это ваш партнер или не ваш партнер Не как личность То я боюсь, что этому научиться невозможно То есть, ну, как бы есть по умолчанию установка Что каждый человек – это личность Да, и если вы не воспринимаете его как личность, значит вы и других людей не воспринимаете как личность. Возможно, ваш партнер обесценен вами самим за его какие-то ошибки, за его какие-то неуспехи, за ожидания, которые этот партнер не оправдал перед вами. И ваше обесценивание этого человека приводит к тому, что вы обесцениваете его в целом. Психотерапия, не могу понять, что с этим расстройством делать. Не понимаю ваш вопрос, к сожалению. О чем этот вопрос? Есть ли у вас в ютюбе по стрессоустойчивости? Есть. На канале ютюб, невроза мегаполис, ролики по стрессоустойчивости. Было бы неплохо, если бы вы их просто нашли на канале. Это сделать относительно несложно. Вы открываете канал, открываете видео, ищете видео. Там есть два больших тренинга по стрессоустойчивости. Если вы, кто-то не хочет искать их на канале, не может искать их на канале, не способен искать их на канале, то я боюсь, что здесь, как бы, я ничего с этим сделать не могу. Я же не могу каждому человеку скидывать ссылки на видео, там их очень много. Было бы хорошо, если бы вы искали сами информацию. Учиться ее искать, учиться ее добывать, анализировать. Это же очень важно. Вон у нас техподдержка жалуется все время, что люди никак не могут научиться читать сайт. Я их прекрасно понимаю, например, потому что написана на сайте вся информация, которая необходима. Люди, к сожалению, ее не хотят видеть. Они разбалованы, с моей точки зрения. Люди привыкли, что надо позвонить менеджеру, и менеджер будет вылизывать все отверстия клиента и отвечать на все вопросы, хотя все они описаны на сайте. То есть, люди настолько деградируют, что они даже не могут прочитать ту информацию, которая на сайте указана. Например, на сайте написано, копии доступны 30 дней или 3 месяца, в зависимости от тарифа. Нет, люди находят в WhatsApp техподдержке за этот вопрос. А если я не смогу участвовать, как мне быть? Ну, ядрен-то батон. Считайте, что это такой небольшой естественный отбор. Если люди не могут на сайте найти информацию, я боюсь, что когнитинопуническая терапия для них будет неэффективна, потому что она напрямую затрагивает логику, она напрямую затрагивает способность искать решения, она напрямую затрагивает способность вести диалог, находить ответы, находить решения. Если люди настолько деградированы, что они не способны даже на сайте прочитать информацию, найти на канале YouTube видео, посмотреть их, то о какой терапии вообще может идти речь. На мой взгляд, это бесполезно просто. А я не люблю тратить бесполезное время. Так, Алексей, не воспринимаю критику. Подскажите, как работать с этим. Смотрите, вы не воспринимаете не критику, вы не воспринимаете то, что не можете допустить. То есть, у вас есть какое-то недопущение по отношению поведения людей к вам, или у вас есть недопущение по отношению к тому, как люди себя ведут или как они думают, и столкновение этого недопущения с реальностью, в когнитивной терапии это называется «должествование», вызывает у вас эмоциональный такой отклик. Поэтому здесь надо понимать о том, что мы должны воспитывать в себе понимание того, что все люди разные, и понимание того, что все по-разному смотрят на одни и те же ситуации. Меня многие критикуют. У кого-то есть какое-то болезненное восприятие ко мне, это нормально. Есть люди, которые принципиально врут, чтобы как-то меня покритиковать и радуются, когда им поддакивают. Но такие люди встречаются, к сожалению. И в школе такие люди всегда были, знаете, когда какой-то там человек закладывает весь класс, который списал контрольную для того, чтобы потом возвисеться в глазах классного руководителя или директора. Но такие люди были всегда. И они не вызывают никакого уважения ни личностного, ни профессионального. Поэтому критика будет всегда. Она будет конструктивная и неконструктивная. Если вы столкнулись с конструктивной критикой, попробуйте посмотреть с метапозиции, а действительно ли, как я могу из этой критики извлечь какую-то пользу и выгоду, да, например. В моем случае меня критикуют за иногда нецензурную лексику на своих занятиях. Кому-то это не нравится, они не слушают меня, и они уходят к другим специалистам. Это нормально. Какие-то люди критикуют меня за там еще какой-то там стиль или еще там техподдержку нашу критикуют за то, что они достаточно прямо и открыто показывают людям их невнимательность. Многим это не нравится. Они считают, что это хамство. А мы считаем, что это прямота, да, которая болезненная, некомфортная, но прямота. И я думаю, что если мы будем потакать во имя заработка вот такой вот деградации, то я считаю, что мы тогда изменяем своим принципам. Наши принципы это не потакать тупизму, не потакать инфантильности, не потакать такому вот деградации ума. Мы, конечно, лишаемся какого-то количества клиентов и какой-то выручки в этом смысле, но мои вот такие вот позиции, они для меня гораздо важнее, чем дополнительный заработок, потому что я хочу все-таки соблюдать определенную линию, да, все-таки школы эмоционального интеллекта. Поэтому критика будет всегда, и это нормально, нет в этом проблемы. Алексей, скажите, пожалуйста, панические атаки закончились, закончились они врос, и чувствуют тревоги после седьмого вечера, не проходят, с чего начать. Я боюсь, что не совсем понимаю. Ну, наверное, вы имеете в виду, что панические атаки и невроз, да? Смотрите, пожалуйста, я хочу, чтобы все поняли. Панические атаки – это привычка видеть опасность. Запомните это раз навсегда. Ну, например, вы привыкли видеть опасность в этом напитке, да, и избегаете этого напитка. Вы привыкли видеть опасность вегетатики, вы привыкли видеть опасность в панической атаке. Ну, например, вы говорите, если у меня будет паническая атака, это опасно тем-то, тем-то. Если у меня будет вегетатика, это опасно тем-то, тем-то. Если у меня будет паническая атака на улице, это опасно тем-то, тем-то. И из-за того, что вы видите в этом опасность, вы пугаетесь и избегаете, да, как фабическое поведение. Для того, чтобы справиться с паническими атаками, не нужно работать над характером, не нужно работать над эмоциональным интеллектом, не нужно особо сильно напрягаться, да, Для того, чтобы проработать панические атаки, достаточно проработать привычку, видеть опасность. Технологически это выглядит так, что вы должны доказать себе, что там нет опасности, перешагнув через это. А что касается невротических расстройств, то они и стоят как бы основной такой структуры, на которой иногда крепятся панические атаки, а большинство людей с ними справились, но невроз не заканчивается. Так вот, если у вас нет уже панических атак, вы не видите опасность вегетатики, вы не видите опасность в панике, естественно, поэтому ее и нет, но сама в себе тревожность, сама в себе напряжение сохраняется, это говорит о самом главном. Это говорит о том, что вы продолжаете воспринимать окружающие обстоятельства, которые у вас возникают, слишком тревожные, слишком угрожающие. Это говорит о том, что ваш список недопущений в жизни по отношению с людьми, по отношению с собой, по отношению с будущим, все еще слишком эмоционален, все еще вам создает вот такую тревожность. Поэтому здесь надо разбираться. Я вас приглашаю, кто этот вопрос задал, на точку роста, и там как раз я буду показывать уже внесимптомную такую глубокую работу, где люди будут на кейсах жаловаться на какие-то тревожности базовые, напряжения. И я буду показывать, что за этим стоит. Стоит курс 3000 рублей, я считаю, что это более чем доступно, даже в такие эмоциональные, сложные моменты. Ваше мнение по поводу нейролептиков? Я, к сожалению, и антидепрессантов. Но мое мнение, оно достаточно стандартное. Антидепрессанты и нейролептики показаны при определенной тяжести ситуации. Тяжесть ситуации определяет специалист. Все. Здесь другого мнения быть не может. В ряде случаев антидепрессанты и нейролептики не нужны. В ряде случаев они нужны на первый этап, потом они не нужны. В ряде случаев они нужны долго. То есть тут все зависит от дифференциальной диагностики и от того, о каком случае конкретно идет речь. Алексей, здравствуйте. Какие стратегии у социофоба? Хороший вопрос. Но очень простая история. Очень простые стратегии. Стратегия у социофоба сделать все, чтобы только не случилось то, что для него является катастрофой. А у социофоба катастрофа это плохое мнение о нем. Потому что плохое мнение о нем с его точки зрения оставит его без друзей, оставит его без внимания, оставит его, так сказать, робинзоном на острове. И вот у него есть такое убеждение о том, что если о человеке подумают плохо, если о человеке он кому-то не понравится, то от него отвернутся, он останется один. И, в общем, это все грозит такой серьезной проблемой социальной изоляции. И поэтому у социофоба стратегия делать все, чтобы только не показаться плохим, делать все, только бы не показаться неправильным, делать все, чтобы только не показаться смешным и нелепым. И вот это поведение делать все для этого, оно напрочь вытаптывает личность. Потому что таким образом человек становится таким поведенческим буратино, который живет только бы, чтобы понравиться окружающим в концепции, чтобы не остаться одному. На самом деле сама по себе концепция абсурдна, потому что если у этого социофоба взять, например, всех друзей, знакомых, родственников и разом куда-то их деть на всю жизнь, то на самом деле адаптивный человек познакомится с другими людьми, разобьет другие связи. Если от него кто-то отвернется, потому что они поссорились или поругались, ничего страшного, найдутся другие люди, которые будут его оценить таким, какой он есть. То есть социофобы это люди, которые слишком предвзято относятся к тому, что от них кто-то отвернется. Они слишком трагично относятся к тому, что они останутся без друга, без близкого, без знакомого. Для них это настолько недопустимо, настолько категорично страшно. И там рисуются такие апокалипсисы, что они начинают присмыкаться, они начинают избегать социальных контактов, только бы чтобы не случилось вот этого плохого мнения, которое либо характеризует человека. Вот это тоже вторая часть по социофобии очень важна. Многие люди поведенчески делают все, чтобы понравиться, для того, чтобы не подумали о нем плохо. Потому что чье-то мнение, оно как бы его характеризует. Можете себе представить? То есть если, например, я ругаюсь матом в своих роликах, и кто-то подумает, что кому-то это не понравится, и они скажут, что Красиков какой-то странный и так далее и тому подобное, и я должен по этой логике сказать, да, я действительно странный, я плохой, потому что я не понравился людям. То есть, ну, как бы, понятно, да, что это никак не связано. Что если я не понравился людям, если я не в чем-то вкусе, то это вопрос только того, что я не в чем-то вкусе, мой стиль кому-то не по вкусу, и это нормально. Есть люди, которым я буду по вкусу, есть люди, которым мой стиль нравится, в отличие от других стилей. Это нормально. Может ли в результате невроза быть повышенный кортизол в результате кортизола быть невроз? Нет. В результате повышенного кортизола невроз быть не может, потому что гормоны стресса, которые вырабатываются у вас, они вырабатываются и после тяжелой физической тренировки, и после в целом болезни какой-то, да, перенесенной, и после длительного дистресса любого затяжного, после каких-то негативных перенесенных событий, и это нормально. Кортизол и невроз – это не одно и то же, да. Тут надо понимать, что, например, если спортсмен много тренируется, он находится в состоянии физического переутомления, у него тоже будет повышенный кортизол. Невроза – это эмоциональное расстройство, причем достаточно затяжные, то есть нельзя сегодня быть без невроза, да, грубо говоря, поссориться с женой и заболеть неврозом. Нельзя быть без невроза, там, не знаю, потерять работу и заболеть неврозом. Можно получить некую эмоциональную реакцию, да, но чтобы заболеть невротическим расстройством, требуется длинник, то есть требуется определенная подводка. Вы должны достаточно долгое время находиться в каком-то эмоциональном состоянии, не отдавая себе в этом отчета. Оно должно затягиваться, 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 и потом в какой-то момент оно начнет уже проявляться в виде расстройства. То есть невротическое расстройство – это уже, как сказать, побочный эффект основной той работы, которая была проделана на достаточно долгом этапе, да, и многие мои клиенты, когда мы их разбираем, вы это вот на точке роста в кейсах увидите, что, например, там первые симптомы тревожности активно проявились, там, условно говоря, 1 сентября, и человек считает, что у него с 1 сентября какая-то проблема, но разбирая кейс, вы увидите, что на самом деле еще до 1 сентября был определенный бэкграунд, да, который все это, соответственно, накапливал, и то, что случится последней каплей, последним триггером к выходу в такое уже физиологическое состояние, это может быть все что угодно, небольшая ссора, какая-то последняя ситуация, кризис вот сегодняшний, да, он может случиться, и случится последней каплей для многих людей, и, к сожалению, и здесь вот эта вся изоляция с пропусками, изоляция от друзей, от общества, изоляция финансовые какие-то рестрикции, они станут последней каплей к волне невротических расстройств, и это очевидно, да, с моей точки зрения. Плюс еще к этому, мы столкнемся с тем, что вот эти люди, которые получат вот эту последнюю каплю, они не смогут оплачивать психотерапию в том качестве и в том количестве, которое нужно, они будут искать более дешевую консультацию, они будут искать более дешевых специалистов, будут попадать на какую-то непонятную историю, которая не будет давать им результаты, и таким образом мы увидим кризис в мире эмоциональных расстройств в России, да, потому что это будет еще более тяжело для многих. Поэтому я вот как раз это хотел вам сказать, спасибо, что вы к этому подвели. Я рекомендую вам, вот я до кризиса много лет об этом говорил, и сейчас хочу заявить об этом открыто. Это очень важно вкладывать в собственное развитие, да, очень важно вкладывать в собственную стрессоустойчивость. Вот красиков как обезьяна, все стрессоустойчивость, стрессоустойчивость, это важно, как мы создаем себе стресс, стрессоустойчивость. И все так, ну да, стрессоустойчивость, ха-ха-ха-ха, ну стрессоустойчивость. А когда сейчас случилась ситуация, и у всех на поверхности стресс, Вот тут, собственно говоря, сейчас все и вспомнили эту историю про стрессоустойчивость и о том, как на самом деле было важно этим заниматься. Мои ученики со всех сезонов, я вот сейчас к вам обращаюсь, сейчас самое отличное время, то есть вы, ну считайте, что вы на сезонах тренировались, кто тренировался, да, в таком закрытом тире, что ли, да, и сейчас у вас прекрасная возможность проявить свои навыки, проявить то, что вы у меня взяли, что называется, в ринге, что называется, в реальной жизни. Потому что тренировать стрессоустойчивость просто на кошках дома и в обычной спокойной бытовой обстановке, на улице, там, да, в пробках, кто-то тебя там обогнал, подрезал, на ногу наступил, это, ну, такое себе спарринг, да. А вот сейчас, когда повышенная тревожность, когда неопределенность, когда лезут в голову куча всяких образов, вот сейчас как раз-таки эта стрессоустойчивость очень важна. Значит, что я здесь для себя хочу выделить, для вас тоже, да, вот моим ученикам, кто проходил сезон и кто у меня занимался, занимается, вот вы должны обратить внимание на то, на ту практику, какие образы лезут вам в голову первое, да, вы должны научиться управлять все-таки этими образами и непосредственно с ними работать каждый день, выписывая эти образы, смотря какое-то время, диспутируя с этими образами, выписывать список недопущений, которые лезут вам в голову, с каждым недопущением работать, план действий, light, medium, hard, философское понимание того, что все заканчивается и как будет дальше, стратегическое планирование, планирование в собственной выгоде, что сейчас можно купить подешевле, например, сейчас точка роста стоит дешевле, например, мои консультации в долларах, в евро стали дешевле, вот, пожалуйста, можно пользоваться, ну, грубо говоря, недвижимость, скорее всего, подешевеет, да, я не знаю, подешевеют всякие курсы образовательные, подешевеет много чего, сейчас можно этим пользоваться. Второе, здесь очень важно сейчас учиться принимать грамотные решения, потому что сейчас под действием эмоций вы можете принимать очень такие импульсивные решения, эмоциональные решения, которые потом, после этого всего эпидемиологического кризиса, вы можете пожалеть об этом, поэтому управление решениями, управление рисками, это очень-очень важно. Но одним словом, что сейчас самое время заняться стрессоустойчивостью. Это то, о чем я, как оракул, твердил последние два года, все крутили пальцем у виска, я помню, я выступал на большом форуме для предпринимателей, все такие, знаете, такие сидят, ебать, такие, кто это вообще, кто, Крайсиков, стрессоустойчивость, а, ну да, стрессоустойчивость, ебать так, ну ж мы, ёпта, мы ж стрессоустойчивые, хули, у меня, блядь, вообще компания работает, мы там продаем это, продаем то, я сейчас стрессоустойчив, хули, ничего такое, сегодня, блядь, эти люди выдергивают последние волосы из жопы со словами, блядь, у меня, у меня паника, у меня тревога, я все потерял, что мне делать, как, блядь, долги, кредит, ааа, ну я задаю вопрос, ну а хули вы сидели на форуме, блядь, и ебалом своим щелкали, не придавая той значимости, о которой я говорил, да, как это вообще на практике возможно применить, и сейчас, конечно же, эти люди начинают винить во всем государство, начинают винить кризис обстоятельств, да, государство, к сожалению, не способно нам помочь, потому что у нас не так, в этом смысле, механизмы отлажены, и головы отлажены в другую сторону, но управлять-то собственными эмоциями мы можем непосредственно сами, да, вот сейчас такой бой, в котором каждый проявит себя то, чему он учился, грубо говоря, и я еще раз вас всех призываю понять, что сейчас, как раз-таки, самое время вкладывать в себя, самое время заняться той самой стрессоустойчивостью. Когда кризис закончится, я сделаю еще одно публичное выступление, скажу, ну что, ёпта, предприниматели, которые кичились там своими, блядь, оборотами, я говорю, где ваша стрессоустойчивость? Это первый вопрос, который я им задам. Второй вопрос я им задам, а где ваша банальная финансовая грамотность про подушку безопасности? И выяснится, что 80% всей этой пиздобратьи, которая ходила на форумы, которая сидела смотрела умных спикеров, абсолютно не занимается финансовым грамотностью, абсолютно не занимается своим психологическим образованием, а просто щелкает еблом, ходя по форумам, отдавая деньги непонятно за что и непонятно зачем, самое же интересное. Поэтому сейчас все очень будет подниматься на поверхность. То есть, все то дерьмо, которое накоплено, да, оно будет очень хорошо подниматься. Если принимать ЛСД, понятно так, она, я... Давайте вопросы дальше, пожалуйста. Ну, потому что люди несерьезно относились к своему финансовому... В большинстве случаев несерьезно относились к понятию стрессоустойчивость, эмоциональный интеллект. Несерьезно относились к понятию финансовые риски. Несерьезно относились к понятию управления рисками и управления своими эмоциями. Они думали, что это такая опосредованная какая-то вещь, которая никогда их не коснется. Ну, вот, пожалуйста. Добрый вечер. Получите, извольте и бриться. Моя дочь режет себя, ей 15 лет. Что делать? Ну, достаточно частое явление. Таким образом, человек снимает свое напряжение, во-первых. Во-вторых, получает определенные эмоции. Здесь я вам порекомендую только обратиться к специалисту. Если она этого хочет, и желательно, чтобы она максимально самостоятельно хотела с этим справляться. У Анжелина Джоли была точно такая же история. Она поэтому начала собирать холодное оружие. Именно в 14-16 лет она начала себя резать. Она начала причинять себе вот такую боль. У нее много шрамов на теле, поэтому она рассказывала в одной передаче. Посмотрите, если найдете в Ютьюбе, актерская студия Липтона. И там есть интервью Анжелины Джоли, где она рассказывает о том, что она имела такую проблему. Потом она занималась этим вопросом. Она работала над собой, научилась свои эмоции утилизировать более грамотно, менее токсично и более-менее как-то балансировать. Это достаточно частое явление. Поэтому лучше здесь к специалисту обратиться. Это очень частое явление. Я думаю, что в триггере показаны достаточно типичные кейсы просто. Моя дочь часто тошнит перед экзаменами. Ваша дочь часто тошнит перед экзаменами, потому что это проявление сильной тревоги. Ваша дочь испытывает сильную тревогу перед экзаменами, потому что она создает некую картину последствий. Что будет, если она экзамен сдаст плохо? Или что будет, если она завалит экзамен? С вашей стороны, вам надо конструктивно подойти к ней и объяснить, что никаких последствий негативных не будет. Если она получит два, или ей придется пересдать, или у нее что-то не получится, или она будет не идеальна в группе, или у нее не получится что-то, это не значит, что она плохая, тупая, вы расстроитесь. Вообще надо сдавать экзамены на лайте, надо относиться к экзаменам, к сессии, как к развлечению, а не как к какой-то проверке, а не как к какому-то билету в жизнь. Понимаете, потому что если мы относимся к экзаменам, к собеседованию, как к проверке нас на вшивость, как к проверке нас на интеллект, как к проверке нас на определенную интеллектуальную грамотность, что ли, то мы, конечно, съеживаемся, потому что мы идем на проверку, мы идем на некую такую тестирование, что ли, и тогда, конечно, мы напряжены. Если мы относимся к экзаменам, к собеседованию, как к развлечению, как к определенному просто этапу в процессе жизни, который надо просто прийти и весело прожить, вытянуть билет, сказать, ну, прикольно, или, ну, здорово, ну, надо подумать, или, о, хорошо, повезло, или, ну, не повезло, давай придумаем, как выйти из ситуации. Если относиться к этому вот так по лайту, то и к собеседованию также прийти, сказать, здрасте, меня зовут Алексей Красиков, я выбрал вашу компанию, мне вот интересно рассмотреть возможность работать в этой компании. Я бы хотел сегодня рассказать о том, чем я занимался, о том, что у меня получается, и о том, как я бы мог быть полезным для компании, предложить себя в качестве, там, кандидата на такую-то должность. Там, я готов рассмотреть какие-то ваши условия, да, первичные условия, вторичные условия, мне интересно попробовать. А если я приду, скажу, здрасте, да, боже, где я там работал, да, ну, я произведу впечатление неуверенного специалиста, я произведу впечатление человека, который хочет понравиться, крепкий специалист никогда не хочет понравиться, крепкий специалист хочет выслушать предложение, крепкий специалист хочет рассказать о себе и не будет говорить, да, я на все согласен, на все согласен, пожалуйста. Сейчас, конечно, может быть это имеет погрешность определенную, если вы нуждаетесь в работе и может быть стоит сделать скидку определенную и взяться за работу, которая вам кажется изначально не ваша, или взяться за работу, которая изначально оплачивается меньше, чем вы планировали. Но тут надо быть гибким, потому что если сейчас вы понимаете, что на рынке будет меньше предложений, а спрос будет большой, то может быть стоит какое-то время поработать там, где вы не планировали, или в том секторе, в котором вы не планировали. Может быть даже, вот сейчас мне пришло там смс, что набирают там курьеров на 50-60 тысяч в месяц, да, там какие-то компании крупные, но если сейчас так вот пусто, совсем тяжело, ну почему бы не покурьерить 1-2 месяца за 50 тысяч рублей, ну грубо говоря, да, там какое-то время, не надо себя за это гнобить и унижать, сказать, да, сейчас такой период, мне это важно, чтобы оплатить там какие-то свои расходы, но я же не буду курьерить всю жизнь, да. То есть надо понять, что на определенном этапе жизни нам нужно как-то перестраиваться, и это нормально. Главное относиться к этому как к игре, вообще вот в целом, да, смотрите на вот ситуацию, которая сейчас происходит в мире, как к такой, во-первых, постарайтесь абстрагироваться и относитесь к этому как к такому сериалу, в который вы попали, где с каждым днем все интереснее и интереснее сюжет. Во-вторых, отнеситесь к этому достаточно серьезно с точки зрения здоровья, потому что кто его знает, как эта коронавирусная инфекция к вам прилипнет, да, как мы говорим, 50% не прилипает, а кто-то прилипает и очень серьезно к койке больничной, да. То есть тут тоже риски надо взвешивать. Ну и самое главное, относитесь к этому как к тому, что это закончится. Рано или поздно там это закончится как-то. И думайте больше о себе, думайте о том, как вы выйдете из этой ситуации. Будьте гибкими, где-то, может быть, покурьерить, где-то поджаться, где-то вложить там средства в собственное образование, где-то проявить гибкость. Но самое главное, это не допускать вот этих вот страшилок, которые лезут вам в голову, не допускать вот этого вот апокалипсиса, который вас нахлынивает. Представляете, вот я вот, например, тоже вечером там сижу дома, я сегодня потерял там миллион рублей, да, на фондовом рынке, и, может быть, потеряю еще миллион рублей завтра, если нефть опустится до 20 долларов. Хер его знает. Но вопрос заключается в том, что когда-то это все восстановится, да, там, я не знаю, никто не знает, что будет. Но не биться же головой об стену, да, ну, 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 что мы можем сделать? Поэтому тут надо смотреть всегда без апокалиптических сценариев. Ну, и управлять рисками, конечно же, тоже. Так, рынок, беда сегодня, даже не заходил. Ну, лучше бы не заходили. Лучше бы я тоже не заходил, если честно. Но, знаете, после драки всегда хорошо рассуждать. Лучше бы я закрылся вчера, не потерял бы столько сегодня, а сегодня бы вошел бы в рынок по минималке, да, как бы. То есть на фондовом рынке можно всегда гадать, где войти, где выйти. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да. Да, я считал, что я вошел по минималке. Сегодня я понял, что я далеко не по минималке зашел. Если бы я сегодня зашел, я был бы больше счастлив, потому что я бы в перспективе, наверное, больше заработал. А может быть через два дня он просадит на 15 долларов за баррель, и я потеряю еще 2 миллиона, и я бы тогда бы лучше зашел. То есть если мы все время будем винить себя за упущенные возможности, если мы все время будем винить себя за то, что мы там не сделали, ну, надо об этом думать, но биться головой об стену и винить себя не стоит. И самое главное, вот суетиться и переобуваться быстро тоже не всегда нужно. Нужно иногда уметь выдерживать эту паузу, да, потому что на фондовом рынке, и как и в шахматах, это очень хорошая проверка, да, потому что ты начинаешь быстро переобуваться по рынку, и он тебя обыгрывает все время. И пока ты переобувался, ты теряешь, 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 и в итоге ты остаешься в каких-то сандалиях дырявых, и нахера пересаживались, лучше бы ехали на КамАЗе, да. Вы знаете этот анекдот, да, вот, поэтому так и в жизни, мы все время переобуваемся, 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 и в итоге просыпаемся нам 40 лет, и оказывается, что, блядь, и пальцы торчат из носков дырявых, и как бы, и что. Поэтому здесь надо быть очень трезвым, поэтому, опять же, развитие стрессоустойчивости, развитие эмоционального интеллекта, развитие управления эмоциями, да, это то, что нам необходимо. Так, спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Алексей, как перестать сожалеть о прошедшем? Ну, я уже немножко ответил на этот вопрос, но если еще раз к нему вернуться, а нет смысла, понимаете, сожалеть о прошедшем, вот нет никакого ресурсного смысла от того, что я буду сожалеть о том, что я вчера не закрылся, а сегодня не вошел в позиции, но я могу сожалеть об этом час, могу сожалеть об этом три, могу сожалеть об этом всю ночь, я не знаю, но какой смысл? Я же не враг своему здоровью. Давайте вот так отнесемся. Если вы принимаете решение сожалеть о упущенных сделках или о упущенных каких-то событиях, вещах, то вы враги себе, понимаете? Но зачем вы хотите быть себе врагом? Вы хотите быть себе врагом? Я вот не очень. Надо просто принять, что да, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Ну, это вопрос такой, зачем быть себе врагом? Зачем вспоминать прошлое и сожалеть о том, что произошло или не произошло? Смысла в этом нет. Надо всегда отталкиваться от реальности. Сегодня в реальности, что я могу сделать? Думать о будущем. Например, в рынке можно думать как? Ну, с какой-то вероятностью рынок восстановится. То есть, цены на нефть вряд ли будут 20 долларов долга. Наверное, они в какой-то перспективе восстановятся до 35 хотя бы. Хрен его знает, что может произойти. Может быть, вообще цена на нефть будет 5 долларов. Не знаю, 3 года. И я заморожу свой капитал. Никто не знает, зачем об этом думать. Так вот прям трагично. Пожалуйста, дальше. Алексей, как относитесь к терапии принятия ответственности? Алексей, как относитесь к терапии при принятии ответственности АСТ? Там больше радикально бихвиоризма. Я не очень понимаю, о чем вопрос терапии принятия ответственности. Но если там больше бихвиоризма, то отношусь положительно. Потому что бихвиоризм, поведенческая терапия – это то, чем я занимаюсь непосредственно. И 80% невротических расстройств именно лечится и самооценка, и комплекс неполноценности, и многие панические расстройства, фобические расстройства. Они лечатся именно поведением. То есть, можно как бы мазмузолить логику и образование долго, но пока ты не внедришь в свою жизнь конкретные новые поведенческие паттерны, то ты не получишь новый результат. Это очевидный факт. И вот эти действия, которые мы предпринимаем в поведенческой терапии, понесут за собой новый результат, который способен что-то менять и способен что-то трансформировать. А просто сидеть дома и заниматься рациональным мышлением, заниматься позитивным, может, тем более, мышлением, заниматься каким-то логическим мышлением – этого недостаточно. Невроз влияет ли на иммунитет? Вы знаете, у меня недавно был прямой эфир с доктором Утиным и замечательной девушкой Еленой, и они задали сразу этот вопрос, а давайте я на него отвечу, и, наверное, мы будем заканчивать. Давайте последнее. Значит, невроз и иммунитет. Очень сложный научный вопрос, объясню почему. Значит, смотрите, если бы невроз снижал сильный иммунитет, и это бы снижение иммунитета способствовало развитию серьезных заболеваний, то все бы люди с невротическими расстройствами, в том числе мои клиенты за 11 лет, давно бы нахер померли, да? То есть, за 11 лет мои практики, мои клиенты с тревожными расстройствами не заболели серьезными органическими заболеваниями. Возникает вопрос, если бы невроз снижал серьезный иммунитет, то почему все эти невротики не заболели серьезными психосоматическими заболеваниями? Значит, во-вторых, есть куча людей, которые без невроза, без невротических расстройств, и они постоянно болеют всякими гриппами, простудами и имеют сопутствующие психосоматозы. Но на невротические расстройства они не жаловались, они вообще как слоны, да, в этом смысле. Отсюда мы сделаем вывод, что нет прямой корреляции. То есть, это как бы, как бы да, принято считать, что стресс может снижать защитные силы организма. Это правда, но вот говорить о том, что невротические расстройства снижают, мы как бы теоретически можем, да, потому что это стресс, это логично. Но с другой стороны, факты доказывают обратное. Например, в клинике неврозов имени Бехтеря в начале нулевых было проведено исследование, докторскую диссертацию писали. И оказывается, что через 25 лет, обратившись к 100 пациентам, которые когда-то жаловались на кардиофобию, на неврозы желудка, кишечника, тревожные неврозы, паники, бла-бла-бла, через 25 лет к ним обратились, и оказалось, что никто из них не заболел теми органическими заболеваниями, которых он боялся. Ввиду чего американские и русские ученые сделали вывод о том, что невротические расстройства – это наоборот страхование жизни от серьезных психосоматических заболеваний. Вот такой парадокс. С одной стороны, да, стресс снижает иммунитет, но с другой стороны, по факту, мы не видим, что невротические тревожные пациенты как-то вот чаще болеют или имеют серьезные заболевания, которые потом к чему-то приводят. Вот этот парадокс, он очень важно его понимать. Не нужно думать, что если у вас невроз, то значит все, теперь вы все переболеете. Понимаете, вот если обратиться к тем людям, которые заболели коронавирусной инфекцией, но я сомневаюсь, что в статистике мы увидим, что они все невротики, да, что они все с тревожными расстройствами, что они все там с какими-то… Я думаю, что шансы заболеть у РВИ и гриппом есть у всех примерно одинаковые, да. Все зависит от какого-то локального момента. И говорить о том, что тут невротические расстройства напрямую закономерны, я считаю неправильно. Ну и последний вопрос. Теория Александера, линия не совсем понимаю. Ну Александер, конечно, молодец, но опять же все это очень вилами по воде, понимаете. Есть люди с психосоматозами, которые никогда не жаловались на эмоциональные проблемы и были такими мамонтами. А есть люди, которые постоянно жалуются, 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 тревожатся, жалуются и хер, блядь, они подохнут никак не могут, понимаете. Поэтому здесь нету такой вот прям стопроцентной корреляции и она не существует, понимаете. Вот, спасибо большое вам за ваши вопросы. У нас в это воскресенье будет большой образовательный эфир. Я вас всех приглашаю на Ютьюбе, будет лекция, она будет называться «Помощь населению в тревожном состоянии в истории, в обстоятельствах пандемии и карантина». Пожалуйста, я вас всех приглашаю присоединиться на эту лекцию в воскресенье в 15.00 на канале Невроза Мегаполиса в Ютьюбе. Я буду рассказывать о каких-то конкретных практических упражнениях, которые можно и нужно делать дома, о стиле мышления и поведения, которые вам помогут. Мы все вместе соберемся, чтобы слить вот это напряжение, чтобы поговорить об этом, зарядиться позитивом и не создавать вот эту внутреннюю панику, внутреннюю такую волну, которая на вас накатывает. Пожалуйста, будьте внимательны к тому, как вы сами создаете свою волну внутреннюю, вот этот стресс и старайтесь прямо это убирать. То есть, не поддавайтесь вот этому, вот этой волне, которая на вас нахлынувает с точки зрения «всё, всё, 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 всё». Вот этого быть не должно. Вы должны чётко отвлечься, вы должны чётко взять себя в руки и сказать «так, стоп, подожди, я управляю своими эмоциями, я здесь руковожу, а не какие-то мои фантастические образы о будущем». Всё больше и больше этим занимайтесь. Ну и, конечно же, жду вас всех на точке роста. В шапке профиля есть ссылка на основной сайт, и на сайте есть большой баннер, там, точка роста. Пожалуйста, приходите, будем разбираться, у нас ещё есть до конца месяца и начала мая время, будем заниматься в карантине своей стресс-устойчивостью, и чтобы после этого, так скажем, всемирного стресса мы вышли гораздо сильнее и гораздо более подготовленными. Спасибо. Ваш Алексей Красиков, Школа эмоционального интеллекта, до встречи, до свидания. Спасибо вам.